Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. В связи с состоявшимся концертом Арбакайте в Петербурге, интересно еще ее заявление, которое она делала, помимо того, что она сказала, что она живет в России, упала на сцене. Сегодня появились кадры Пугачева, сама опубликовала их, как она отплясывает и радуется жизни в первое воскресенье весны, абсолютно невзирая на те геополитические реалии, в которых оказалась наша страна, ее родина, которая дала ей все, очевидно, ей на это абсолютно плевать на все, она радуется, абсолютно веселая, под украинскую песню, на секундочку, я ничего не имею против этого, но не в нынешнее время, скажем так, мы все понимаем, как на это реагируют и там, и здесь, собственно говоря, люди. Я считаю, что это просто провокация абсолютнейшая. И, конечно, какое-то такое послание, скажем так, не просто так звучит на яхте, где они отдыхают, украинские песни. Просто ни уму не постижимая, ее дочь выступает в Петербурге. Так вот, более того, она очень самоуверенна, когда она шла на поезд до Москвы, насколько я понимаю, в Москве должен состояться еще концерт, по регионам отменяли, у нее журналист успел спросить, как вы считаете, концерт в Москве состоится или нет? Вот послушайте, что она ответила. Пецепт в Москве состоится? У меня всегда все состоится. Сейчас с мамой общаетесь? Как у Аллы Борисовны дела? Кристина, мама! А вы надолго в Россию приехали? Вот только на концерт. Очень так, у меня все состоится. Понимаете, да? То есть, вы знаете, друзья, я скажу так, иноагент Галкин поливает Россию грязью по всему миру. Оснований для возбуждения уголовного дела нет, сказали. Пугачева выпускает альбомы в России, разрешает весну удаленно, правда. При этом выкладывает видео празднования на яхте под украинские песни. Отплясывает. И это в то время сейчас, когда эти видео могут посмотреть и наши защитники, ребята на передовой, которые, собственно говоря, могут спросить, а если Пугачева пляшет под песни тех людей, которые в прицел нас разглядывают, то как она здесь альбом-то выпускает тогда? Или если дочь живет в Америке, который посылает сюда Абрамса, который мы подбиваем, то как тогда она здесь выступает? Вы знаете, вот эта самоуверенность, у меня все состоится, я разрешаю весну, Киркоров разрешает весну вместе с Пугачевой, который танцует под украинские песни. Они как бы говорят мне, как гражданину России, нам на тебя плевать. Они выше. Они могут делать все, что хотят. Вот что. Арбакай-то говорит, у меня все состоится. Ей все равно абсолютно наше мнение. Она перед людьми ни разу не выступила, не искала своей позиции. Ни разу. Замечательнейшая Яна Поплавская сегодня возмутилась этому. Хотя гражданин России, да, но артист — это профессия, это публичность, это... Еще раз говорю, наш президент говорит о том, что советниками при школах, при директоре будут те люди, которые придут спередавать, потому что ценностный ориентир у них абсолютно верный. Они несут что-то под посредством, в том числе, патриотических концертов молодежи. А чем отличается артист? Он тоже несет что-то, какие-то ценностные установки. Но только не молодежи, а более взрослым людям. Но мы можем, например, сказать, что советник по воспитанию, по воспитательной работе, директор школы, может не озвучить свою позицию по операции. Да нет, конечно, это смешно. Как он тогда патриотизм будет воспитывать? А почему мы считаем, что артист, который влияет на людей, может ее не озвучивать? Не гражданин России, да, как вот просто гражданин, приехал там рядовой, занимается всем делами. А именно артист, который работает с огромной аудиторией. Вот о чем я говорю. Который влияет на нее. Поэтому вот эта самоуверенность, вот эта нахальная даже, я бы сказал, самоуверенность, она меня, конечно, поражает. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Я вас приглашаю на свой сайт буддагришна.ком для бизнесменов, предпринимателей. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите видеообращения на моем сайте, заинтересуют, пишите. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7. Политика с моими комментариями. Все самое интересное в одном месте. Телеграм-канал Будда Гришна Новости. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.